Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и Цитата Свободы. Подкаст для тех, кто хочет тратить поменьше времени на социальные сети. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдёт об обмене пленными с Украиной и выводе войск с острова Змеиной, а также об аресте Владимира Мау и закрытии Московского театра «Гоголь-центр». В конце прошлой недели Россия и Украина совершили большой обмен военнопленными. Среди тех, кто вернулся в Украину, есть и несколько десятков бойцов полка АЗОВ. Кого или что именно получила Россия взамен осталось тайной, но это наверняка были не рядовые бойцы, судя по комментарию экс-командира полка АЗОВ Максима Жорина на канале Ходорковский Лаев. Единственные, кого вообще россияне хотят менять и видеть, это пилоты, это офицеры высокого ранга и они очень просят всегда возвращать им кадыровцев. Все остальные, скажу честно, их абсолютно не интересуют и во всех переговорах приходилось искать другие рычаги давления, а не собственно сам обменный фонд, потому что русских он просто не интересует. Ни тела их не интересовали, не раненые их мало интересовали. Все наиболее ценные кадры для Российской Федерации мы у себя пока еще придержали, потому что понимаем, что впереди очень тяжелый процесс по возвращению командиров наших подразделений. Многие комментаторы не забыли, что до того российские власти обещали никогда ни на кого не менять страшных укронацистов из АЗОВа. Дмитрий Колизев. 95 защитников АЗОВ стали, из которых 43 военнослужащие АЗОВа вернулись в Украину в результате обмена. А как же нацистские преступники, трибунал, вот это все? Руслан Левиев. По прогнозу ожидаются мощные бомбардировки и разрывы в районе пророссийских телеграм-каналов. И эти разрывы не заставили себя ждать. Сергей Марков. Если действительно 43 члена неонацистского АЗОВа, символа безнаказанности убийства на Украине всех, кто за Россию, освобождены, то это огромная политическая ошибка, и это может привести к значительному снижению поддержки России, особенно на освобожденных территориях. Будем надеяться, что это фейк неонацистской пропаганды. Савва Федосеев. Обменивать АЗОВ нельзя, вообще никак нельзя, это табу. Любые предложения, условия надо категорически отвергать. Другие провластные блогеры вроде бы готовы даже мириться с обменом, но им немного обидно, что родные власти держат их в полном неведении. Андрей Медведев. Менять можно, нужно. Но почему именно АЗОВ? Больше никого не нашлось. Вот поэтому надо объяснять людям, что же происходит. Вариант «это не ваше дело, вам знать не положено», будет дальше работать все меньше и меньше. Потому что нынче гражданское общество — это вполне себе реальные люди, патриоты. Не самоназванное гражданское общество имени рукопожатных людей с хорошими лицами, а именно настоящее, патриотически ориентированное. Нет с такими людьми возможности просто отмахнуться в надежде, что забудут. Не забудут. Не сейчас, так потом будут все равно задавать неприятные вопросы. Но властям совершенно плевать на вопросы, которые задает им так называемая патриотическая общественность. Как и в случае с обмененной ранней Юлией Паевской позывной Тайра, эти вопросы останутся без ответов, отмечает на своем канале в Ютубе Александр Плющев. В стриме с Майклом Наки. «История с Тайрой, которая была, она воспроизводится, она не случайная. Ну то есть мы видим, что это не какое-то коррупционное исключение. То есть оно, может быть, и было коррупционным исключением, но оно воспроизводится безо всякой коррупции, судя по всему. Это значит, что происходят какие-то вещи, которые на самом деле не такие, не только как нам рассказывают. Мы уже привыкли, что пропаганда, она рассказывает совсем не так, как на самом деле происходит, а скорее наоборот. Но она и не так, как рассказывают сторонникам вот этой спецоперации. Они совершенно не так происходят, эти вещи. И не так, как они себя представляли. Ну, в общем, несколько более разочаровывающих. Не первый раз уже. Но мы это видим, и это тоже определенный знак». Как еще одну большую победу украинская общественность отметила уход российских войск с острова Змеиной. Особенно всех развеселило то, как прокомментировало это российское министерство обороны. «30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиной и вывели находившийся там гарнизон». При этом в тот момент, когда россияне заняли Змеиной, идеолог русского мира Александр Дугин писал в соцсетях, что этот остров играет ключевую роль в сакральной географии. «Кто контролирует Змеиной, тот контролирует ход мировой истории», написал тогда Дугин. И сейчас этот пост заново разошелся по сети с язвительными комментариями. Алексей Непомнящий. «В качестве шага доброй воли Россия больше не контролирует ход мировой истории». Теперь комментаторы ждут и других шагов доброй воли. Аббас Галямов. «Объясняя свой отход с острова Змеиной, российская Минобороны заявила, что теперь у Киева не будет оснований для спекуляций на теме надвигающегося продовольственного кризиса из-за невозможности вывоза зерна. Думаю, что еще более решительным шагом, способным окончательно подорвать возможности Киева, спекулировать на чем бы то ни было, мог бы стать полный вывод российских войск из Украины. Для того, чтобы Россия могла проявить свою добрую волю в максимальной степени, у Украины есть или скоро будет все необходимое. Иронизирует на своем канале украинский журналист Иван Яковина. Это уже, насколько я помню, второй акт доброй воли россиян за эту войну. Первый, если вы помните, было объявлено бегство россиян из-под Киева, из-под Чернигово, из-под Сум, где они тоже потеряли десятки тысяч людей. Тогда десятки тысяч были убиты около 20 тысяч человек и сотни единиц боевой техники. Тут я еще раз хочу поспорить с теми людьми, кто говорит, что поставки немногочисленных, к сожалению, пока западных вооружений вообще ни на что не влияют. Вот видите, на добрую волю Кремля эти поставки очень даже влияют. Хотя в данном случае, судя по видео, распространенным украинским генштабом, к принятию правильного решения Путина подтолкнули гаубицы под названием «Богдана» украинского производства. Именно из этих гаубиц ввелся огонь по острову. В других местах, тем не менее, к проявлению доброй воли Москву подталкивают Хаймарсы, Цезаря, Сюзанны, Панцерхаубица и М777. Все разнообразных стран приехали в Украину для того, чтобы помочь ей отстоять свою свободу и независимость. Все вместе они делают россиян намного, точнее, волю россиян намного добрее, чем она была совсем недавно. Я уверен, что еще пару месяцев такой работы, и, знаете, российские войска стали настолько добрыми и настолько волевыми, что покинут вообще всю территорию Украины полностью. Но не все фронтовые новости конца недели были оптимистичными. В отместку за необходимость покинуть Змеины Россия обстреляла базу отдыха в Одесской области, где снова погибли мирные люди. В воскресенье серия взрывов прозвучала в российском Белгороде, где ракетными ударами оказались разрушены несколько жилых домов и тоже есть жертвы среди мирного населения. Россия обвиняет в ударах Украину, а украинская Минобороны отвечает, что в обстрелянных зданиях застряли обломки российских ракет. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу. Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова и Наталья Чампаланова. Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18.05, а на средних волнах в 21.05. 30 июня стало известно, что ректор Ран Хиггс Владимир Мау арестован по обвинению в крупном мошенничестве. Суд поместил его под домашний арест. Это событие вызвало в соцсетях большой резонанс. Почему, рассказывает на своем канале основатель издания «За Нью Таймс» Евгения Альбац. Мау очень известный историк экономических процессов. Он не столько экономист, сколько он всегда занимался историей экономики. Он написал пару очень интересных книг, и в частности, как происходит термидор, как происходит после реформы возврата назад и так далее. Это просто любопытно читать. Мау был помощником Егора Тимурча Кайдара, человека, который, собственно, начинал рыночные реформы в России и сумел удержаться так или иначе в российских структурах вплоть до самого последнего времени. И сейчас в различных структурах российского правительства работают его ученики, его помощники, причем там чуть ли не ближайшее окружение Мишустина и так далее. И он докладывал Путину, он возглавляет один из самых больших вузов Российской Федерации, там что-то такое, там учатся 225 тысяч человек. Так я понимаю, это объединились все академии народного хозяйства, государственные службы, которые были в Российской Федерации. В общем, это крупнейший-крупнейший лицепент денег из российского бюджета. Мау все время возглавлял Гайдаровский форум, на который все как бы приезжали и так далее. И вдруг мы узнаем, что три дня подряд господина Мау допрашивают, что у него был проведен обыск. Причем, кстати, не говорится, был ли это тоже и дом, домашний обыск или только в кабинете. Вот это я забыла проверить. И в конце концов, вчера его задерживают, и, видимо, очень большими усилиями его друзей в разных структурах на самом верху российской власти его сажают под домашний арест. Еще надо сказать, что это известное дело Раковой, была такая замминистра посвящения. По этому же делу проходит ректор Шаненки, профессор Зуев, который уже возглавляет институт, который входит в систему академии, который возглавляет Маун. Владимир Мау не просто функционер, но еще и крупный ученый с мировым именем, отмечает экономист Константин Сонин. Мау, несомненно, самый квалифицированный ученый-экономист из тех, кто был советником Путина в последний период, когда российская экономика росла, 12-15 лет назад. Вместо того, чтобы в тяжелейшей экономической ситуации обратиться к нему за экспертизой, они его арестовали по фейковому делу Зуева. Воистину, кого Господь хочет погубить, того он сначала лишает разума. Михаил Фишман на своем канале сравнил дело, по которому арестовали Зуева и Мау, с театральным делом седьмой студии. В любом большом государственном учреждении вы найдете нечеткое следование писанным договорам и штатному расписанию. Иначе это учреждение просто не сможет функционировать. И уж тем более огромный Ранхикс. Это один из крупнейших вузов страны, тысячи сотрудников, сотни образовательных проектов, десятки филиалов по всей стране. То есть даже при самом пристрастном рассмотрении этого дела, речь теоретически может идти о злоупотреблении в служебном положении, а не о хищениях. Но Зуев и Ракова месяцами сидят в СИЗО, а следствие под присмотром ФСБ выбивает из них показания. По сути своей дела Шаненке очень похоже на то самое дело седьмой студии. Пустое по существу уголовное обвинение, основанное на дефектах бумагооборота в бюджетной организации, затем захват и арест заложников и далее со всеми остановками. Друг Владимира Мау Ньюта Федермессер написал в его защиту прочувствованный пост. Преследование Владимира Александровича Мау – это идеология. Его арест – это расправа с Гайдаровской эпохой и заодно попытка извращенного убийства немолодого и не очень здорового человека. Те, кто стоят за этой травлей, те, кто организовал обыски, те, кто принял решение об аресте – гнусные и трусливые сволочи. Подонки, слуги ГУЛАГа, которые знают только один способ доказать свою правоту – арестовать, изничтожить всех неугодных, иных, ярких, по-настоящему важных для России людей. Для Володи страна больше государства, а для его палачей государства больше страны. А они сами даже больше государства. Я не знаю, как Володя переживет происходящее. Не смогла, не справилась бы с таким унижением. Но, надеюсь, его держит осознание собственной правоты и неизбежности наказания палачей. Я верю, что мельница Божья мелет медленно, но верно. Эти гниды будут гореть в аду, потому что каяться они не обучены. Другие комментаторы не могут простить ректору Ранхиггс то, что в начале марта он подписал известное открытое письмо в поддержку войны с Украиной. Леонид Невзлен. Владимир Мау за счет своей гайдаровской репутации довольно успешно привлекал специалистов, которые укрепляли чекистскую вертикаль. Кто-то сознательно, а кто-то выполняя профессиональный долг. Однако жизнь показала, знания бессовести служат злу и умножают зло. Мау вменяют хищение в особо крупном размере. Что ж, человек помогал строить систему, позволяющую в любой момент схватить любого занимающегося хозяйственной деятельностью. Сегодня эта система сожрала одного из своих соавторов, который так и не понял ничего. 6 марта подпись Мау появилась под позорным письмом ректоров в поддержку войны. Знаю людей, для которых это стало пощечиной, общему прошлому, а когда-то и общим прошлым идеалом. Но прежде всего Мау дал пощечину себе самому, и теперь ему только и остается повторять. Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Интересно, все они не читали Гайдара «Государство и эволюция», где Егор предсказал именно такой путь развития? Те еще гайдаровцы. Если Егор их видит сверху, поди смеется саркастически над этими сеслибами. Скоро к ним, таким прекрасным профессорам, придут к каждому по отдельности и заставят в индивидуальном порядке подписать письмо в поддержку войны. Не зря же Володин с этой идеей носится. Вот интересно, что они будут делать? Журналист Сергей Пархоменко на своем канале говорит, что начался новый этап репрессий. И на этом этапе лояльность режиму уже не дает гарантии личной безопасности. Ситуация с Мау, конечно, очень демонстративная, очень показательная. Потому что это человек, демонстрировавший не просто свою лояльность в течение вот этих четырех месяцев войны, но демонстрировавший свою лояльность много лет. И много лет служивший образцом того, как ученый с мировым именем и организатор образования тоже с мировым именем может быть надежным слугой этой системы. Входить в разные административные и управляющие органы, обладать всякими почетными и непочетными должностями, консультировать так и сяк, советовать сяк и так. И казалось, что вот это пример такого совершенно органичного, удобного симбиоза между профессионалом, интеллектуалом, ученым с одной стороны и властью с другой стороны. И что на этом можно строить свою карьеру и дальше. Сегодня выясняется, что нельзя. На Владимире Мау каток не остановится, уверен экономист Владимир Иноземцев. Думаю, это начало большого дела экономистов, обслуживающих власть. Участвовать в деятельности преступной группы и оставаться в безопасности невозможно. Политолог Григорий Голоса, в свою очередь, уверен, что преследование таких важных для Кремля фигур, как Мау, свидетельствует о том, что силовики окончательно вышли из-под контроля. По поводу Мау. Понятно, что сейчас сейслибы играют ключевую роль в спасении режима. Понятно и то, что силовики режим подставили, и поэтому им важно самоутвердиться. Интересно другое. Путин давно и успешно играл в игру, в которой у него и те, и другие, и еще какие-то третьи, свои. И только от него зависит, кто в каждый конкретный момент любезней. Этот принцип, замечу, противоположен некогда популярным, но неадекватным концепциям башен Кремля и Политбюро 2. Но если ты не можешь защитить одних своих, которые в данный момент полезнее, от других своих, которые подвели тебя под монастырь, то это означает, что по-настоящему своих у тебя уже нет. Стоило бы задуматься. Вы слушаете цитаты «Свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Одного из самых известных российских театров больше нет. «Гоголь-центр закрыт». Все написал в телеграмме художественный руководитель театра Кирилл Серебренников. По его словам, причиной стала в том числе постановка под названием «Я не участвую в войне». Театральные критики, зрители и друзья «Гоголь-центра» прощаются с театром в соцсетях и проклинают тех, кто распорядился его закрыть. Андрей Плахов. Больше нет лучшего театра Москвы. Нанесен еще один удар по культуре. По той оппозиционной культуре, без которой одичание страны будет идти скоростными темпами. Народный артист России Сергей Никоненко выступил с призывом закрыть «Гоголь-центр». До меня дошел слух, что выходят на сцену голые бабы, голые мужики, болтают глупости в зрительный зал. Ну что это такое? Я бы не хотел прийти на такой спектакль со взрослой дочерью. Запрос народных маразматиков удовлетворен. Дочки, внучки и правнучки Никоненок вне опасности. Анна Наринская. Закрыли «Гоголь-центр». Это вроде бы доказывает, что ничто талантливое, яркое и главное, живое в сегодняшней России существовать не может. С другой стороны, это же доказывает, что это талантливое, яркое и главное, живое в сегодняшней России есть. Для меня «Гоголь-центр» — осуществление глуповатого сочетания слов «прекрасная Россия будущего». В применении к «Гоголь-центру» оно теряло свою глуповатость и становилось просто констатацией. Вот такая она и есть, эта будущая прекрасная Россия. Молодая, резкая, талантливая, смелая, любящая свою культуру, но не трепещущая перед ней, открытая миру. «Гоголь-центр» был местом, где такую Россию давали нам ощутить. Вот как прокомментировал в закрытии театра бывший генеральный директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский в программе Ксении Лалиной на канале «Живой гвоздь». В нашей стране, в России вопрос об опасности идей и об опасности людей и сообществ людей, которые эти идеи сберегают, генерируют и распространяют, он имеет какие-то очень глубокие исторические корни. Что касается театра, то в России всегда со времен, ну мы знаем, что еще в царской России был очень силен институт культуры. Мы знаем, что цензуры, я прошу прощения, оговорился. Мы знаем, что с первых лет советской власти большевистская власть относилась к театру как к очень серьезному идеологическому инструменту, который нуждается в подконтрольности. Мы знаем, как изощренно вел себя наш отечественный театр в застойные времена советского периода. И это какая-то такая традиция, может быть даже власть, возможно, даже льстит театру тем, что видит в нем столь опасного конкурента, даже наверняка льстит, потому что театр это все-таки просто театр, просто игра. Вот, вероятно, это боязнь, боязнь неконтролируемости, боязнь непредсказуемости. Драматург Валерий Печетин призывает не впадать в отчаяние. Нам очень повезло, мы уходим чуть раньше, чем этого захотел и зрителям. Гораздо страшнее уходить тогда, когда ты вызываешь зевоту. Еще страшнее, когда в зале даже не зевают, когда зал полупуст, его половина под покрывалом. Так, говорят, было в старом театре Гоголя, на место которого пришел Гоголь-центр. Покрывало сняли, открыли места и двери. В театр можно было зайти в полдень. Так он превратился из театра в центр. Но бывает время центростремительное, бывает центробежное. И вообще бывает смерть. Помните об этом, пожалуйста, не лейте слезы, ведь никто не умер. У Гоголь-центра было время, когда его худрук Кирилл Серебренников сидел под домашним арестом, а его директор Алексей Малобродский в СИЗО. Был день, когда Серебренникова не пустили попрощаться с умирающей матерью. Был день, когда у Малобродского случился сердечный приступ прямо в суде. И он чуть не умер. Но все, повторю, живы. Мы живы и, судя по всему, любимы. Конечно, есть те, кто нас ненавидят. Но их тоже нужно любить. Иначе чем мы занимались все это время, если не научились любить? Вы сами видите, к чему приводит ненависть. Актриса Юлия Аук на канале Анны Мангает говорит, что-то последнего надеялась на чудо. Я понимала, что уничтожение Гоголь-центра началось давно. Его уничтожали целенаправленно, планомерно, уничтожая репутацию руководителей театра, уничтожая репутацию Кирилла, уничтожая репутацию Алексея Малобродского. Потом в течение нескольких лет не давая возможности работать буквально. И при этом, вот я считаю, что Гоголь-центр вообще это уже легенда. Ну вот помимо того, что Гоголь-центр это самый крутой театр в Москве, самая модная площадка, помимо того, что спектакли невероятного качества и невероятного качества актеры, это еще театр, который в течение двух лет, пока художественный руководитель театра, главный режиссер театра, создатель театра, находился под домашним арестом, не развалился, актеры не разбежались, актеры остались преданными, и театр, наоборот, сплотился. Это уникальный случай вообще в истории театра, мирового театра, я бы сказала. И вот его уничтожить не получилось, его убили законодательно. И я, правда, до последнего момента, до вчерашнего дня верила, что произойдет какое-то чудо, и Гоголь-центр будет продолжать жить. Однако чуда не произошло. Кириллу Серебренникову просто не продлили контракт. Его заменит лояльный Антон Яковлев. Заодно руководителя сменятся еще в двух театрах – «Современники» и «Школе современной пьесы». Саркастически комментирует это кинокритик Виктор Матизан. «Мы театры не закрываем, мы их только обезглавливаем и пришиваем другие головы», заявили в Департаменте культуры города Москва. Страну уже покинули многие актеры и режиссеры, напоминает журналист Мумин Шакиров. Как быстро пополняется философский пароход Владимира Путина. Гоголь-центр закрыт, сменили руководителей «Современника» и «Школы современной пьесы». Чувствуется, что это только начало или процесс набирает силу? Кто-то уйдет во внутреннюю иммиграцию, кто-то покинет страну, как это уже сделали такие творцы, как Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, Римас Туменас и Чулпан Хаматова. Всех уже не перечислишь. Про политиков, журналистов, музыкантов и гражданских активистов, покинувших Россию, я просто молчу. Актер Дмитрий Назаров на канале «Бакалейка» и «Катаева» констатирует, что российское руководство еще не научилось ставить театры на службу идеологии. Возможно, теперь оно именно этим и займется. Я думаю, что можно попытаться, конечно, закрыть театр, но вместо того, чтобы его закрывать, надо научиться пользоваться. Кстати, наше высшее руководство не умеет пользоваться ни кинематографом, ни телевидением, ни театром, в отличие от того же Сталина, который гневал и ночевал в малом театре, который видел все премьеры, которые снимались, который вмешивался. А все эти процессы, и очень этим был заинтересован, ему было важно. Он почему-то понимал, что талантливое сделанное произведение, театральное или киношное, принесет гораздо больше, чем многочасовые выступления на съездах или беседы с народом, которое время от времени у нас происходит. Почему-то наши руководители этим не пользуются, этого не знают. И, может быть, даже и слава богу на сегодняшний день, что они этого заказа не делают в полном объеме. А могли бы, конечно. И есть и деньги, и возможности, и рычаги. Из России планомерно вытесняют культурных деятелей, одновременно жалуясь на отмену русской культуры на Западе, отмечает главный редактор сайта «Карнегеру» Александр Баунов. Многим кажется странным горевать о закрытом театре во времена, когда театр могут просто разбомбить. Тем не менее, мы все понимаем, что атака на гугольцентр исходит из того же источника и поддержана теми же людьми, что атака на Мариуполь. При этом гугольцентр был атакован раньше. Театральное дело, очевидно, было репетицией последующих закрытий, изгнаний, бомбардировок и атак. Эта борьба началась сразу же. В последних числах февраля закрытие персональной выставки Гриши Брускина в Третьяковке, когда в мире не успели отменить ни одной русской выставки и достигла условной кульминации в день закрытия гугольцентра и еще трех театров. Условные потому, что это, конечно, не предел. Нас ждет изъятие русских и иностранных книг из книжных магазинов, изменение учебных программ, запреты концертов, фильмы на полке, худсоветы и самоздат. Карнавальное уничтожение книг Сорокина нашими в скверике у Большого театра в 2004 году оказалось таким же предвкушением будущего, как сами эти книги. В этом смысле неудивительно, что мы живем в стране, где невозможен гугольцентр. Мы живем в стране, где Грибинщиков и ДДТ снова квартирные музыканты, и куда снова не может приехать Пол Маккартни. И если бы распространение музыки зависело как раньше от продажи пластинок, их бы тоже давно не продавали. Название песни Маккартни «Back in the USSR» тоже оказалось пророческим. Собственно, советскость, совковость жизни определяется не цветом флага, а вот возможно ли в ней Битлз и гугольцентр? Ответ отрицательный. Погром достижений русской культуры проходит под причитание об ужасной-ужасной культуре отмены всего свободного и русского и бодрых разговорах об импортозамещении. Непреодолимое противоречие очевидно. Аполитолог Кирилл Рогов называет выдавливание из страны независимых мыслителей одним из важных итогов и даже целей путинской войны. Напоследок хочу исправить свою ошибку. В прошлом выпуске я оговорилась и приписала цитату Киры Ярмыш, Марии Певчих, за что прошу прощения у них обеих и у наших слушателей. Большое спасибо вам за то, что вы так внимательно слушаете наши цитаты и указываете нам на ошибки в комментариях. Надеюсь, вы будете слушать нас и дальше. И подпишитесь на наш подкаст, если еще этого не сделали. С вами была Аля Пономарева и цитаты свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!